«Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна». Эти слова из известной песни прекрасно характеризуют настрой и жизненную позицию обитателей одного из старейших туристических лагерей на реке Самаре, который организовали сотрудники Куйбышевского завода имени Фрунзе. Произошло это еще в далеком 61-м году. Тогда группа молодых людей участвовала в турпоходах и сплавлялась по рекам. Однажды они приметили небольшой клочок земли в одном из самых живописных мест региона. Так на реке Самаре появилась база отдыха под открытым небом, которая притягивает путешественников и по сей день. Бессменный сторожил дикого лагеря Валентина Поспелова. Отдыхающей называют ее просто тетя Валя. Она здесь с самого основания. Говорит, за несколько десятков лет быт сильно изменился, но атмосфера осталась прежней. В выходные дни мы устраивали себе здесь вечер отдыха. Тогда один еще выходной был. Музыки не было такой, в смысле не баянной, ничего. И даже транзистора не было. А были, значит, у нас грибенки, тарелки, кастрюли. И под эту музыку мы танцевали. Нам было интересно и весело. Вот так вот. Спустя шесть десятков лет в лагерь приезжает уже четвертое поколение самарцев. Оксана Сидорова отдыхает здесь с детьми. Малыши собирают в лесу грибы, дышат свежим воздухом, принимают солнечные ванны и даже учатся плавать. Они купаются в реке целыми днями. Научились плавать, кстати, здесь. Это очень здорово. Теперь ходят в бассейн и свободно там плавают. За долгие годы обитатели дикого лагеря приспособили его для комфортной жизни. Здесь есть печь, газовая плита, кухня, душ и даже отдельный туалет. Но некоторые вещи остаются неизменными и по сей день. Жизнь в диком лагере совсем не похожа на городскую. Чтобы приготовить обед, первым делом нужно нарубить дрова, собрать их, отнести на полевую кухню под открытым небом, растопить печь и после этого уже можно садиться за стол. В 60-х годах прошлого столетия туристы ставили палатки прямо на земле, собирали сено в полях, подкладывали его под основание жилища, чтобы не мерзнуть и даже мокли под дождем. Сейчас дела обстоят иначе. Правильно установить палатку в лесу на все лето – это целая наука. У опытных туристов существует целый арсенал хитрости. Они возводят свои жилища на небольших возвышенностях. Это помогает защитить домик от холода, дождя и насекомых. Самарцы, которые решили проводить свободное время вдали от городской суеты, останутся в диком лагере до наступления холодов. Осенью они вернутся в свои квартиры, но следующим летом непременно поселятся на берегах реки и будут продолжать славные традиции туристов-шестидесятников. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События.